От пациента головные боли по всей голове, боль в глазницах при вращении глазами. Боли продолжаются длительное время примерно 10 лет. Повышение давления до 180, 200 йод, верхнее и 100, 120 йод, нижняя. Консультативное заключение. По МРТ пациента 59 лет, выполненного 20 мая 2022 года. При МРТ головного мозга в аксиальной и сагитальной проекциях получено изображение структур мозга по Т1, Т2, Ви, флеер, диффузия. Найдены единичные мелкие очаги в белом веществе. Все очаги супротентериальные. Определяются единичные расширенные перевоскулярные пространства по ходу пенетрирующих сосудов. Желудочковая система сформирована правильно, умеренная гидроцефалия. Субарахноидальные ликворные пространства по конвекситальной поверхности больших полушарий расширены. Цистерны основания мозга прослеживаются отчетливо, не деформированы. Срединные структуры не смещены. Пустое турецкое седло. Патологии глазного яблока и сетчатки не определяется. В конусном пространстве глазодвигательные мышцы не утолщены, симметричны. Ретроорбитальная жировая клетчатка развита обычно. Очагов в зрительном нерве не найдено. Экстраконусное пространство не изменено. Ствол мозга – хиазмально-селярная область без МР-признаков патологических изменений. Миндалины мозжечка расположены на уровне большого затылочного отверстия. В проекции моста мозжечкового угла корешки восьми пар черепно-мозговых нервов прослеживаются отчетливо с обеих сторон, симметричны, не утолщены. Придаточные пазухи носа свободны. Заключение. МР-признаки дисциркуляторной энцефалопатии. Гидроцефалия. Диффузная атрофия. Зав. Кафедрой профессор Холин А.В. Диффузная атрофия.